Медея Бенджамин. Иран изнутри. Реальная история и политика Исламской Республики Иран. Перевод с английского Татьяны Адаменко. В результате Исламской Революции 1979 года в крупнейшей стране Ближнего Востока установилась шиитская теократия. Несмотря на готовность Ирана к переговорам и поиску компромисса, он стал главной мишенью санкционной политики США, Израиля и Арабских Эмиратов, что до предела накалило обстановку в и без того самом неспокойном регионе мира. Медея Бенджамин, всемирно известный эксперт по Ближнему Востоку, распутывает клубок сложных взаимоотношений Ирана с западными странами и ближневосточными соседями, попутно рассказывая об истории страны с доколониальных времен до обретения независимости. Автор развенчивает распространенные мифы о системе государственного управления Ирана, религиозности и образе жизни его населения. Предлагая читателю ключ к пониманию удивительно многогранного иранского народа, который вот уже 44 года вынужден жить в условиях жесточайших экономических санкций. Введение. Моя первая поездка в Иран состоялась в 2008 году. Я путешествовал со своими коллегами Покот, Пинк, Джоди, Эванс и Энн Райт, а также организатором поездки Лейлы Изант. Это было сразу после исторических выборов президента Обамы, и мы искренне надеялись на улучшение американо-иранских отношений, хотя Ираном все еще управлял консервативный президент Ахмадинижат. Мы считали себя гражданскими дипломатами, моделирующими тот вид работы с населением, который будет взят на вооружение новой администрацией. Должна признаться, я опасалась ехать в Иран, будучи американкой еврейского происхождения, поскольку на протяжении десятилетия отношения между правительством Ирана, Соединенными Штатами и Израилем были очень напряженными. В первый же день мы прошли мимо здания с плакатом «Смерть Америки», «Смерть Израилю». Хабиб Ахмад Заде, иранский режиссер, показывавший нам окрестности, рассмеялся. «Не принимайте эти лозунги на свой счет», — сказал он. «Их цель — продемонстрировать неприятие политики правительства, а не людей». «Вот увидите, иранцы любят американцев». И действительно, все иранцы, с которыми мы встречались, восхищались американцами, несмотря на то, что экономические санкции США сильно осложняли им жизнь. Однако еще больше меня удивило их восхищение евреями. «Нам не нравится политика израильского правительства, но мы любим евреев», — повторяли мне снова и снова. Светские иранцы восторгались креативностью евреев в Голливуде и бизнесе. «Консервативные мусульмане говорили, что у нас один и тот же Бог, много общих пророков, и оба наших народа — потомки Авраама». Опрос, проведенный в 2014 году антидеформационной лигой, ошеломил социологов. Оказалось, что самыми проеврейски настроенными людьми на Ближнем Востоке, помимо израильтян, являются иранцы. В ходе этого визита мы встречались с самыми разными людьми, как публично, так и в частном порядке. С правительственными чиновниками и политическими заключенными, людьми, придерживающимися религиозных и светских взглядов, защитниками окружающей среды, женскими общественными организациями и бизнесменами. Случайные прохожие приглашали нас к себе домой и окружали вниманием и заботой, поскольку гость в культуре Ирана считается подарком небес. Нас почивали вкуснейшей едой, бесконечными чашками сладкого чая и таким количеством подарков, что их просто невозможно было уместить в наших чемоданах. Мы узнали, что иранцы чтят свое персидское наследие и культуру и хотят, чтобы все знали о том, что они не арабы. Они говорят на фарси, а не на арабском языке и могут декламировать написанные много веков назад стихи таких почитаемых поэтов, как Хафиз и Руми. Они вспоминают персидских философов, художников и ученых, живших еще в 500 году до нашей эры и в подробностях описывают то, как в их страну вторгались греки, арабы, монголы, англичане и русские, но им удалось выстоять и сохранить свою культуру в неприкосновенности. Да, они мусульмане, в подавляющем большинстве шииты, но, к ужасу консервативных священнослужителей, отмечают древние зороастрийские праздники. 2500-летняя история нации нашла отражение в захватывающей дух архитектуре, всемирно известной литературе и глубоко духовной музыке. Однако исламская революция 1979 года превратила страну в более трезвомыслящее и изолированное общество, где религиозные лидеры диктуют все. От того, что следует носить женщинам в общественных местах, до того, кому будет дозволено участвовать в выборах. Она также серьезно обострила отношения между США и иранским правительством. Захват заложников в посольстве США в Тегеране перерос в 444-дневное дипломатическое противостояние. В последнее время ядерной программой Ирана стала одним из главных камней преткновения в американо-иранских отношениях. США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай годами пытались достигнуть в этом вопросе компромисса дипломатическим путем. Исторический прорыв произошел в 2015 году, когда была заключена иранская ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий СВПД. Это было знаковое внешнеполитическое достижение администрации Обамы, дань уважения иранскому президенту-реформатору Рухани, и впечатляющий пример того, чего можно добиться, если усадить противников за стол переговоров. К сожалению, Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании назвал это соглашение худшей сделкой в истории и поклялся выйти из него. Став президентом, он первым делом посетил Саудовскую Аравию, заклятого врага Ирана, где хвастался тем, что смог договориться о поставках Саудовской Аравии оружия стоимостью 110 миллиардов долларов, причем большинство контрактов. Составляющих эту сумму были заключены еще при Обаме и называл Иран страной, распространяющей разрушения и хаос по всему региону. Впоследствии он искал способы сорвать ядерную сделку, ввел новые санкции и даже включил Иран в список стран, жителям которых запрещен въезд в США, несмотря на то, что иранцы никогда не совершали террористических актов на территории США. Однако восхищение Трампа саудовскими правителями и антагонизм по отношению к Ирану отнюдь не являются отходом от политики, которой США придерживаются на протяжении последних 40 лет. Иранское правительство, несомненно, виновно во многих злоупотреблениях, включая грубые нарушения свободы слова и собраний, ограничения прав женщин, ареста диссидентов и казни людей за ненасильственные преступления. Но если сравнивать Иран с Саудовской Аравией, то союзник США придерживается куда более репрессивной внутренней политики. В Иране национальные выборы проводятся с нарушениями, а в Саудовской Аравии они не проводятся вообще. В Иране женщины ограничены в правах, а в Саудовской Аравии общество еще более гендерно сегрегировано. Запад горячо приветствовал заявление Саудовской Аравии в 2017 году о том, что в стране будут разрешены кинотеатры, хотя и сегрегированные. В то время как в Иране уже несколько десятилетий процветает кинематографическая, театральная и музыкальная индустрия. Что касается внешней политики, то на руках Ирана действительно много крови, от участия в зарубежных терактах, в результате которых погибли мирные жители, до военной поддержки Башара Асада в Сирии. Не оправдывая действия Ирана, тем не менее будет справедливым сопоставить их с деятельностью Саудовской Аравии. Десятилетиями саудовский режим распространяет свои экстремистские ваххабитские убеждения, которые являются идеологической основой различных террористических групп от Аль-Каиды до ИГИЛ. В 2011 году в Бахрине были силой подавлены мирные акции протеста, а в 2015 году Саудовская Аравия начала бомбить соседний Йемен так безжалостно, что миллионы людей остались без пищи и крыши над головой. Я документирую эти злоупотребления в своей книге «Королевство несправедливых», что стоит за американо-саудовскими отношениями. Конечно, внешняя политика США еще больше запятана кровью. Смешно слышать, как американские чиновники обвиняют Иран во вмешательстве в дела региона, то есть Ближнего Востока, частью которого он является, в то время как в дела региона вмешиваются как раз Соединенные Штаты, посылавшие туда своих военных в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году, вторжение в Ирак в 2003 году и свержение Каддафи в Ливии в 2011 году. США также имеют печальный послужной список вмешательства во внутренние дела непосредственно Ирана. Они помогли организовать свержение избранного премьер-министра Мохаммеда Масадыка в 1953 году и привели к власти жестокого и непопулярного шаха, создав предпосылки для Исламской революции 1979 года. В одном из своих редких высказываний о внешней политике Берни Сандерс привел в пример Иран, описывая, какой непоправимый вред может нанести военное вмешательство США. Каким был бы Иран сегодня, сохраняя он свое демократическое правительство? Задавался вопросом сенатор Сандерс. Какое влияние оказал этот возглавляемый американцами переворот на весь регион? С какими последствиями мы сталкиваемся до сих пор? Хотя мы и не знаем, каким был бы Иран сегодня, если бы Соединенные Штаты не помогли организовать переворот 1953 года. Но можно предположить, что не было бы Исламской революции, что иранское общество было бы более светским, а отношения с США менее напряженными. Прошлого уже не исправить, но мы можем повлиять на будущее, если будем больше знать об Иране, стране, которую правительство США учит ненавидеть, а американские СМИ представляют в негативном свете. Цель этой книги, посвященной Ирану, дать общественности базовое представление о том, что происходит как внутри страны, так и на международном уровне. Она начинается с краткой истории выдающегося прошлого Ирана и рассказывает об Исламской революции 1979 года. Далее рассматривается, как новый режим ограничивал права человека и религиозных меньшинств, а также роль женщины в обществе. Затем затрагивается тема экономики, в том числе то, как десятилетия западных санкций повлияли на повседневную жизнь. Что касается внешней политики, то здесь основное внимание уделено сложным отношениям с соседями по региону и Соединенными Штатами. На протяжении всего повествования я стараюсь подчеркнуть неизгибаемый характер и героические усилия иранцев, стремящихся жить в более открытом и демократическом обществе, свободном от вмешательства извне. Мой второй визит в Иран состоялся в 2014 году, когда меня пригласили выступить с несколькими докладами о моей книге «Война беспилотников» – убийство с помощью дистанционного управления. На второй день я дала интервью одному из крупнейших государственных телеканалов. Я рассказала о скорбящих семьях из Пакистана и Йемена, чьи близкие были безжалостно убиты американскими операторами дронов, сидящими в защищенных диспетчерских пунктах за тысячи миль от них. В тот вечер меня несколько часов прождал в отеле молодой иранец. «Из интервью я понял, в каком отеле вы остановились, и надеюсь, вы не возражаетесь, что я зашел», – сказал он на ломаном английском, протягивая мне красиво завернутую коробку конфет. «Я просто хотел поблагодарить вас за нервнодушие к судьбе ни в чем не повинных людей, пострадавших от действий вашего правительства». На следующий день ко мне зашел еще один человек. Он был врачом и хотел обсудить со мной одну идею. Мне не дает покоя то, что в мире так много страданий и, конечно, ужасные отношения между нашими странами. Я хотел бы, чтобы иранские и американские врачи участвовали в совместных гуманитарных миссиях по оказанию помощи людям из бедных стран, таких как Гаити или Бангладеш. Мы могли бы продемонстрировать миру, что можем работать вместе на благо других вне зависимости от действий наших правительств. Мне понравилась эта идея, и я озвучил ее таким медицинским организациям, как «Врачи за социальную ответственность» и «Врачи без границ», но ни одна группа так и не взялась за ее реализацию. Иранский народ очень хотел бы, чтобы отношения между Ираном и Западом наконец наладились и все разногласия на правительственном уровне были преодолены. В более рациональном мире Иран и США имели бы полноценные дипломатические отношения. Торговля с Ираном, в котором проживают 80 миллионов потребителей, была бы благом для американского бизнеса. Обмен разведданными и другие формы сотрудничества помогли бы уничтожить такие террористические организации, как ИГИЛ. А более тесное международное сотрудничество укрепило бы позиции иранцев, выступающих за более открытое общество, а также американцев, возражающих против втягивания правительством их страны в очередной кровавый конфликт. Я надеюсь, что эта книга, призванная дать читателям лучше понимание истории и дилемм, с которыми сталкивается современный Иран, вдохновит людей. Ответственных за выстраивание новых отношений между правительствами на создание инициатив, которые помогут положить конец войнам. Медея Бенджамин, Вашингтон, округ Колумбия. Январь 2018 года. Глава 1. Иран до революции 1979 года. Складывается впечатление, что в Соединенных Штатах начинают интересоваться историческим прошлым противников лишь когда уже слишком поздно. Интерес к странам, находящимся по ту сторону линии фронта, достигает пика после того, как американские политические лидеры отнесут их к числу врагов и уничтожат миллионы жителей этих стран, сравняв с землей их города. Все войны в новейшей истории Америки были ответом на проблемы, которые изначально создавались как предлог для применения военной силы. Что порождало еще более трудно разрешимые проблемы, подпитывая, казалось бы, бесконечный цикл глобального насилия. Многие американцы сейчас понимают, что Национальный фронт освобождения Вьетнама, или Вьетконг, созданный в 1960 году, был именно тем, за что себя выдавал, национально-освободительным движением, порожденным французским колониализмом и японской военной оккупацией. Он не являлся, как утверждали в то время американские лидеры, частью коммунистического плана по захвату мира и уничтожению американского образа жизни. Неспособность понять Вьетнам, его народ и историю лишила жизни 59 тысяч американцев и более трех миллионов вьетнамцев, камбоджийцев и лаосцев, причем в основном гражданских лиц. Антипатия между Соединенными Штатами и Ираном также коренится в незнании богатой истории этой страны. Едва ли многие американцы осознают, что категорическое неприятие Ираном иностранной интервенции является кульминацией двух веков вмешательства в его дела британцев и русских, начиная с большой игры XIX век и заканчивая их совместными вторжениями в Иран в ходе двух мировых войн. Многие ли понимают, что Соединенные Штаты дискредитировали себя в качестве антиколониального союзника в глазах иранского народа еще в 1953 году, когда вместе с Великобританией затеяли заговор с целью свержения всенародно избранного правительства Ирана и установления репрессивной автократической монархии. Как и во Вьетнаме и на других игровых площадках ЦРУ после Второй мировой войны, планирование американцами и британцами переворота в Иране включало в себя тщательно разработанную пропагандистскую кампанию среди своих же граждан. Чтобы представить иранского премьер-министра Мохаммада Масадыка, который на протяжении всей жизни боролся за демократию и установление конституционной формы правления в Иране ярым коммунистам и сделать Иран полем боя для холодной войны. Настоящим преступлением Масадыка было его стремление вернуть иранскому народу право на разработку и использование нефтяных ресурсов страны, лишив этой привилегии британскую государственную кампанию, известную сегодня как ВИПИ. От Кира Великого до арабского вторжения. В отличие от большинства своих соседей, Иран, традиционно называемый по-английски Персией, не является новой страной, возникшей на развалинах Османской империи. Это одна из древнейших стран мира, старше любой западной державы, сохраняющие свои нынешние и даже более широкие границы на протяжении 2500 лет. Империя Хеменидов, основанная Киром Великим, 550-350 годов до н.э. была первой Персидской империей, правившей на трех континентах. Она простиралась от Балкан до Северной Африки и Центральной Азии, а ее политическим и культурным центром был Персеполис. Это была беспрецедентная попытка управлять огромным количеством этнических групп, опираясь на принцип равноправия, включая невмешательство в местные обычаи и религии. Американский историк Уильям Дюрант отмечает. Впервые в известной истории империя, почти столь же обширная, как Соединенные Штаты, смогла обеспечить себе упорядоченное управление. Компетентную администрацию, отлаженную сеть коммуникаций, безопасность передвижения людей и товаров по превосходным дорогам. Подобного прежде удавалось достичь только Римской империи в период ее расцвета. Приемники Кира были менее успешными и не смогли дать отпор захватчикам. Следующей Персидской империей стала династия Сассанидов, правившая Ираном и большей частью региона в III веке н.э. Это была последняя Великая Персидская империя до мусульманского завоевания и принятия ислама. Ее культурное влияние, включая архитектуру, искусство, письменность и философию, распространялось далеко за пределы ее границ на Европу, Африку, Китай и Индию. К VII веку десятилетия борьбы с Византийской империей истощили ее силы, и она не смогла противостоять набегам мусульман-арабов, которые начались в 633 году. Арабы, вдохновленные своей новой исламской верой, вторглись в Иран и спустя несколько десятилетий сумели сменить правящих персов. Со временем большинство иранцев приняли ислам, хотя многие аспекты уникальной эволюции Персии остались нетронутыми, включая ее язык. Вскоре возник синтез между новыми арабскими правителями Ирана и богатой культурой их новых поданных. Иран был исламизирован, он не был арабизирован. Персы остались персами. Иранские ученые перевели древнюю литературу Ирана, Сирии и Греции на арабский язык, а Дом мудрости в Багдаде стал величайшей библиотекой в мире. Труды Платона, Аристотеля, Пифагора и Архимеда легли в основу новых достижений в математике, науке и философии за много веков до того, как их заново открыли в Европе в эпоху Возрождения. Оккупированная монголами и тимуридами персидская культура остается живой. В начале XIII века монголы из Восточной и Центральной Азии под предводительством Чингисхана вторглись в северо-восточный Иран. Они расширяли границы своей огромной империи, грабя и сжигая города, встречавшиеся по пути. Персидский народ дорого заплатил за свое сопротивление монгольскому нашествию, потеряв миллионы людей в результате войны и голода. После монгольского нашествия в 1380 году на Иран обрушилось новое бедствие – вторжение Тимура Хромца. Тимур женился на монгольской принцессе и стал походить на Чингисхана, разрушая города, истребляя людей и возводя пирамиды из человеческих черепов в память о своих завоеваниях, которые простирались от Москвы до Дели. Тимур планировал завоевать и Китай, но умер в 1405 году. Последующее нашествие монголов и тимуридов лишили Иран значительной части его богатства, сельскохозяйственные районы превратились в пастбище, а многие крестьяне вернулись к образу жизни кочевников-скотоводов. Но персидская культура выжила, и даже тимуриды попали под ее влияние. Очевидно, что хотя Иран неоднократно подвергался вторжениям и терпел поражения, он продемонстрировал уникальную стойкость. Многие из бывших врагов Ирана, захватчиков и иностранных правителей, были так восхищены иранской культурой, что переняли ключевые элементы иранского языка, литературы, архитектуры и политики. Персия становится шиитским государством. В конце XV века сифевиды, религиозная группа азербайджанского происхождения из северо-западного Ирана, начали покорять кочевые народы, вытесненные монгольскими и тимуридскими нашествиями. Сифевиды придерживались суфизма, в котором смешались верования шиизма, суфизма и других доисламских религий. Основанный на тысячелетнем учении суфийского мистика шейха Сифиаддина, годы жизни с 1252 по 1334. В 1501 году сифевиды завоевали северо-западный город Тибрис. Их лидер Эсмаил объявил себя шахом, правителем Ирана и провозгласил шиизм новой государственной религии. Этот период часто считают началом современной персидской истории. Расцветом династии сифевидов было правление Аббаса Великого, годы жизни с 1588 по 1629. Великолепная столица, которую шах Аббас перенес в Исфахан, считается жемчужиной исламской архитектуры. Он расширил торговлю как с Индией, так и с Европой, а в 1616 году предоставил британской остинской компании право на торговлю в Иране. При поддержке англичан он отвоевал Армузский пролив у Португалии и восстановил присутствие Ирана в Персидском заливе. Шах Аббас победил узбеков на востоке и османов на западе. Он то и дело переводил губернаторов из провинции в провинцию, чтобы помешать им создать независимые островки власти, а также переселял из одной провинции в другую целые общины. Христианскую армянскую общину он, к примеру, поселил в Новой Джульфе, пригороде Исфахана, потомки перемещенных живут там до сих пор. Период сифевидов ознаменовался новым расцветом иранской культуры во всем мусульманском мире. В то время, как сифевиды в Исфахане по-прежнему говорили на своем родном тюркском языке, фарси стал языком дипломатии и литературы. Стабильность периода сифевидов также позволила шиитскому духовенству играть чрезвычайно важную роль в иранском обществе, из-за чего гонением периодически подвергались суннита, суфии, евреи, христиане, зарастрийцы и другие религиозные меньшинства. В 1722 году сифевиды были разбиты афганской армией из Кандагара, но триумф завоевателей был недолгим. Иранский военачальник по имени Надир собрал армию, изгнал захватчиков в 1729 году и провозгласил себя шахом. Жаждая завоеваний, Надир собрал самую большую на тот момент армию в мире, около 375 тысяч солдат, и завоевал земли от Индии до Ирака. Однако требования, которые его воины предъявляли к его собственному народу, спровоцировали в Иране восстание, которое было подавлено с большой жестокостью. В 1747 году он был убит своими телохранителями. После смерти Надира воцарилась анархия, когда его бывшие военачальники создали собственные вотчины. В результате войн, эпидемий и миграции, население Ирана сократилось с 9 до 6 миллионов человек. Соперничество между Россией, Великобританией и Францией на иранской земле. В конце XVIII века Иран был объединен Ага-Мохаммед-ханом, вождем племени каджаров. Он захватил Исфахан в 1785 году, Тегеран в 1786 году и Ширас. В 1792 году, в 1796 году он стал шахом Ирана и перенес столицу в Тегеран. Хотя династия каджаров сохраняла свой оплот до начала XX века, Ага-Мохаммед-хан недолго наслаждался властью, так как был убит всего через год после коронации. Его сменил племянник Фатх Алишах, правивший 37 лет. После войн и хаоса XVIII век для иранского народа настал период восстановления и мира. Однако этот период также был ознаменован ростом британского, французского и российского влияния и ожесточенным соперничеством между этими иностранными державами. В 1800 году британская Ост-Инская компания направила в Иран миссию численностью 500 человек. А Фатх Алишах подписал договор и соглашение о поставках оружия с англичанами, предоставив им торговые привилегии в противовес французам. Когда в состав России вошла Грузия, которая до этого была одной из иранских провинций, Фатх Алишах обратился за помощью к британцам. Те отказались оказать ему содействие, поскольку на тот момент состояли в союзе с Россией против Франции. Французы воспользовались этими разногласиями и в 1807 году подписали договор с Ираном, согласившись заменить Британию в качестве европейского покровителя и торгового партнера. Но уже через месяц Франция заключила мир с Россией, и британцы отправили новую миссию, чтобы вернуть Иран в сферу своего влияния. Великобритания и Иран подписали новый договор в 1809 году, по которому британцы обязались оказывать Ирану военную поддержку в случае нападения на него любой европейской державы, включая Россию. Однако в 1812 году, когда англичане были призваны выступить арбитрами в новом договоре между Россией и Ираном по поводу спорных земель на Кавказе, британцы встали на сторону России. Иран был вынужден передать России Баку, Тбилиси, Дербент и Генджу, а иранскому флоту было запрещено выходить в Каспийское море. Жители Ирана стали считать британцев двуличными и корыстными, и последние до сих пор не могут избавиться от своей дурной репутации в этой стране. Иранцы ощущали себя пешками в так называемой «большой игре» – противостоянии между британцами и русскими в XIX веке за территории в Центральной и Южной Азии. Правители Ирана участвовали в этой игре, заключая экономические сделки с обеими иностранными державами, чтобы вернуть долги, которые они накопили отчасти из-за своего экстравагантного образа жизни. Начиная с начала 1870-х годов, иранские лидеры сделали ряд огромных экономических уступок, выгодных британцам. Первая в 1872 году стала известна как «Концессия Рейтера». Она передала барону Юлиусу Рейтеру контроль над дорогами, телеграфами, мельницами, фабриками, добычей полезных ископаемых, лесами и общественными работами в стране. Британский государственный деятель Лорд Керзан назвал это самой полной и экстраординарной передачей всех промышленных ресурсов королевства в иностранные руки, которую только можно себе представить. Эта позорная сделка была расторгнута всего через год после заключения из-за возмущения иранской общественности и давления со стороны России. В 1890 году другой британский бизнесмен, майор Талбот, получил полный контроль над производством, продажей и экспортом табака сроком на 50 лет. Табак был ценной и прибыльной культурой, и в этой отрасли было занято много местных рабочих. Купцы и улама, шиитские священнослужители, объединили усилия, чтобы добиться аннулирования соглашения. Ситуация изменилась, когда ведущий шиитский священнослужитель Мирза Абуль Хасан Хан Шарази вынес богословско-правовое решение, фетву, запрещающую употребление табака, который в то время был широко распространен. Месяц спустя Шах был вынужден разорвать заключенную с британцами сделку, а Шарази в свою очередь отменил фетву. Именно в этот период духовные лица впервые осознали, что могут влиять на политические решения. Еще один досадный концессионный договор с иностранцами, имевший колоссальные последствия, был заключен в 1901 году, когда иранские правители передали эксклюзивные права на бурение нефтяных скважин британскому бизнесмену Уильяму Де Арси. Этот шаг стал первым на пути к захвату Великобритании нефтяных ресурсов Ирана. Неизменная двуличность иностранных правительств в сочетании с эксплуататорским характером их компаний сформировали в сознании многих иранцев твердую уверенность в том, что ни одной из иностранных империалистических держав доверять нельзя. Это также способствовало росту социальной напряженности и разочарования в неспособности иранских правителей защитить суверенитет страны.